Вот так, день за днём, шаг за шагом, уже 25 лет мы создаём современный образ нашего города. Жилые дома, детские сады, школы, спортивные сооружения, храмы. Чтобы мы не строили, мы делаем это профессионально, надёжно, а главное с любовью к тем людям, которые пользуются результатами нашей работы каждый день. Игротек. Мы строим наш город для вас. Сами менялись, и город менялся, да, то есть вместе с нами. Но город стал другим. Люди, когда улучшают свои жилищные условия, ходят в какие-то новые здания, торговые центры, посещают какие-то культурные мероприятия, они лучше становятся. Город становится городом. Своё первое знакомство с новым городским пространством они начинают здесь. Маленькие жители большого города. Яркие, эмоциональные, общительные, счастливые. Нам бы хотелось, чтобы из этого красивого детского сада выходили творческие личности, которые бы создавали красоту вокруг себя. Мы создаём образ нового города, в котором хочется жить, работать, отдыхать. Киномакс «Буревестник» — это самый старейший кинотеатр нашего города такого формата. Мы полюбили его уже давно, с самого открытия. Идём сюда за новыми впечатлениями, за хорошими фильмами. Здесь всегда здорово провести время с семьёй. Мы не боимся новых высот. И всегда покоряем их первыми. Монолитное строительство первыми началось. Одних из первых. Объект начался с торгового центра Крейсера. Я кайфую от своей работы. Самый интерес — начало. И когда ты видишь уже конец данного объекта, да, то есть ты получаешь от этого какой-то кайф, что, ну, это создано. И на самом деле уже нас не будет, а это всё будет стоять. Шёл один человек, увидел, что два человека роют яму. Подойдя к одному, он спросил, что ты делаешь? Он говорит, я копаю яму. А ко второму подошёл и спросил, сказал, я строю храм. Вот два человека и два отношения к своему делу. Столкнувшись вот с людьми, с коллективом строителей «Игротека», я был поражён, что действительно вот эти все люди, они пришли не рыть яму, они пришли строить храм. Людей всегда много. Это стало местным для них любимым храмом города Владимира. Это останется для потомков так же значимо и интересно, как, например, Успенский собор XII века. А это памятник, можно сказать, уже XX века. Мы строим не просто квадратные метры, а дарим людям пространство, в котором люди начинают свою новую жизнь. У каждого дома своя история. И у каждого человека начинается своя история в наших домах. Я никогда не думала, что буду жить так высоко, но нам это так нравится. Мы живём на улице Восточном, на 15 этаже. Здесь зародилась наша семья, у нас родилась дочка. И я надеюсь, что здесь произойдёт ещё много счастливых событий в нашей жизни. И таких историй тысячи, но каждая из них неповторима. Как и дома, которые мы строим. С заботой о семье. Делая всё, чтобы удобство и комфорт были доступны каждому. В своём доме. Со своими маленькими радостями. «Игротек» — это компания, которая создаёт пространство для людей, для нас сегодняшних и для нас завтрашних в будущем. И для тех, у кого в настоящем случилась беда, мы приходим на помощь. В 2010 году, когда случился пожар, непоправимые наши горе, мы не думали, что через три месяца въедем в новое жильё со всеми удобствами, со всей инфраструктурой. Три деревни сгорело, и для них это сказочный подарок. Это не просто подарок сказать, это сказка. «Иватино» — это городок построен буквально в чистом поле. Песок вокруг. И надо было в короткие сроки построить свыше 90 домов. 92 конкретные домика. Когда прилетал туда Путин, он тоже очень восхищался. Как можно было за три месяца построить такой городок? Город-сад. За свои 74 года для меня это самый-самый большой подарок. У меня отец заслуженный строитель России, дядька заслуженный строитель России. То есть все имеют как бы и правительственную награду, ветераны, все строительные отрасли. Все мы поддерживаем строительную династию. Надеюсь, что и дети будут поддерживать меня. Когда созидаешь объект, в итоге получается победа для себя, потому что каждый объект достается нелегко. И наша победа становится вашей победой. Потому что, как и вы, мы преодолеваем все трудности, чтобы быть лучшими. На открытии ФОКа, я сказал, при такой прекрасной базе будут готовиться спортсмены, которые станут гордостью нашей области, города и страны, которые будут защищать честь нашей страны на Европе, мире и Олимпийских играх. И так со временем и получилось. Мои предсказания сбылись. Благодаря Дворца спорта «Полярис» в нашей школе занимается более 400 человек детей. Фигуристы и хоккеисты в жизни материализуются очень хорошо. То есть они умеют работать, добиваться, достигать. Потому что труд, что в хоккее, что в фигурном катании, это просто неимоверно. И то, что для других кажется невозможным, мы делаем легко и изящно. Как праздник, который приходит в каждый дом. Мы это делаем для горожан, чтобы всем нам жилось более комфортно, нежели было вчера. Благодаря группе компании «Гротек» облик города изменился, стал более комфортным, удобным и функциональным. Один знакомый, когда я его встречаю в День строителя, он к нам подходит и говорит все время, «Я хотел тебя поздравить, сказать, что я, моя семья, мои сервозки, мои друзья купили квартиры в твоих домах». Это тоже какая-то ответственность. Потому что это не обезличенный покупатель, а это наш горожанин, твой сосед. Вот этот дом мне очень нравится, где мы сейчас стоим. Он был построен в 98-м году, это почти 18 лет назад. Это один из наших первых домов, и он до сих пор не потерял своей актуальности. Потому что то, что мы делаем, всегда будет важно для нас. Наши дома – это наша репутация. Визитная карточка, с которой вы начинаете знакомство с нами. В течение шести последних лет наша организация является одной из ведущих не только нашей строительной отрасли города Владимиро-Владимирской области, но и всей России. Мы получили пять дипломов первой степени среди строительных организаций России. В конкурсе участвуют от 300 и более строительных организаций. Четыре года подряд получили диплом победителя среди строительных организаций стран СНГ. Значит, где участвуют до 246 строительных организаций в этом конкурсе. У нас несколько человек почетный строитель России имеет. У нас лучший прораб России – Шапошник Василий Петрович. У нас несколько человек награждены званием почетного строителя земли Владимирской, знаками Министерства строительства. А руководитель наш Алексей Александрович получил сертификат лучшего руководителя строительной отрасли России. Разве не приятно работать в такой организации? Коллектив «Игротек» – это профессиональный коллектив. Есть давно работающие, много лет работающие. Есть молодежь, которые люди постарше, они опыт передают с удовольствием. Как раз заслуга самого руководителя в том, что практически никакой текучки, комфортно, уютно, так же, как и в новых строящихся домах. Все нравится нам. У каждого бухгалтера через руки, пусть на бумаге, но проходит полностью весь строительный объект. Каждый строитель видит, как он гвоздь, там, кирпич положил или перекрытие, то мы видим, как мы учли, там, тот же кирпич, тот же перекрытие, те же двери, те же, там, полы и прочее. Вот такое есть чувство. Мне нравится масштабность нашей организации. Мы имеем большие площадки, начиная с 4 гектаров до 30 гектаров. Пеганово 27 гектаров, где мы должны построить 69 домов и объекты социально-культурного назначения. Уже 22 дома в работе. 27 гектаров имеется в Заклязьминском, где будем строить 4 семиэтажные дома. У нас 16 гектаров в Вяткино, где будем строить дома, значит, до 5 этажей. У нас микрорайон Орбита 4 с лишним гектара, где мы только в этом году должны ввести 400 квартир общей площадью 21 тысяча квадратных метров и так далее. То есть у нас непочатый край работы, и хочется работать на благо наших людей, на благо нашей замечательной Владимирской области. Быть строителем, это, наверное, одна из самых интересных профессий, когда то, что мы делаем, оно останется после нас. Хотелось бы, чтобы потом с пониманием мы относились к тому, что мы сделали, и, скажем, наши дома, которые мы построили, те объекты, которые стоят, по происшествии срока их эксплуатации, их не сносили, а реконструировали, давали им вторую жизнь. Игротек. Мы строим наш город с уважением и любовью к прошлому, настоящему и будущему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова